Александр Федец будет у нас сегодня выступать, владелец и основатель сети Франсуа. Невероятные масштабы бизнеса в нашем сегменте, в ресторанном сегменте. Поэтому, как построить сеть из 240 заведений и жить счастливо, прошу, давайте поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Которые есть в Европе, в мире. Очень много ребят из Соединенных Штатов Америки приехали. Если можно, видео, ребят. Я зашел на выставку и вышел. Я зашел и вышел. Я полчаса туда не мог зайти, потому что понимал, закончив реализацию существующего проекта, нового производства, я понимаю, что меня дальше ждет. Меня дальше ждет снова новые проекты. Это через 3-5 лет. Меня снова ждет безденежье. Как и любого человека, который все время участвует в проектах, прорывается в проектах. И меня ждет некий драйв, кайф от существующих проектов. Я начну. 240 заведений – это не так. Сейчас более 300. Это устарелая информация. Более 300 заведений мы открыли. Я сегодня хочу поделиться, передать вам некую эмоцию. И, конечно же, поговорим о цифрах, что немаловажно. Будем говорить и об эмоциях, и о цифрах. Я не поленился, залез в Википедию и посмотрел, что такое счастье. Потому что заявленная тема и быть счастливым. Вот я счастлив в части, в какой-то лишь части. Состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиям своего бытия. Я буду рассказывать о неком драйве и буду рассказывать, с чего стартанул проект Франсуа. Я занимался мясным бизнесом. Сложно это назвать там бизнесом. Была небольшая сеть мясных супермаркетов в городе Кривом Роге. В магазинах АТБ были отделы, в прикасовых зонах, там, где я это все организовал. Дальше я стал развиваться в направлении мяса, потому что мне всегда всего мало. И начал поставлять на КМК, на крупные предприятия мясо, имея какие-то закупки, хорошие себестоимости. Я начал поставлять мясо в КМК, я начал поставлять мясо в сети супермаркетов. И в 2009 году одна из сетей супермаркетов не вернула мне деньги за мясо. То есть я его покупал в кредит и поставлял на сети, не вернула мне эти деньги. Я уже там, имея розничную сеть магазинов мясных, очень хотел открыть выпечку. Потому что мне всегда нравилась выпечка, никак руки из-за этого мяса не доходили. Единственное, что я смог сделать, забрать, да, ну вот что я смог забрать, это два укомплектованных цеха по выпечке. Ну, вот из сети супермаркетов. Был кризис, поэтому люди и как бы завалились, да, финансово. Ну, мне этот кризис очень помог, помог по той причине, что я точно понял, что я буду заниматься своим бизнесом. И точно понял, чем, потому что ничего другого у меня не было. АТБ закрыло, АТБ закрыло мои отделы, потому что сами начали мясом торговать. Вот, и на 100 штук долларов США мне пришлось там, ну, как-то объяснять, где я буду брать эти деньги и так далее, и так далее. Мне очень повезло, строилось помещение под большой супермаркет в одном из районов города Кривого Рога. И единственное, что я сделал, имея оборудование, а, и строилось помещение, а супермаркет туда не вошел из-за кризиса. То есть, единственное, что мне оставалось сделать, это взять оборудование, которое мне по наследству досталось, и подключить в розеточки. То есть, я не ремонта, ничего не делал. Это пошло так весело, мы прорабатывали ассортимент, мы там веселились, мы сгоревшую выпечку, ну, я как сейчас помню, самая первая проработка у нас была, и выпечка сгорела. Пекарям стало стыдно за это, и люди говорят, она такая сгоревшая, а я ее ел, я понимал, ну, что это самая вкусная выпечка. В течение месяца, ну, я участвовал полностью в всех процессах, в разработке рецептур, в разработке учета, что еще. Ну, конечно же, как все, подбирал персонал, вот, и, конечно же, там, прописывал скрипты для продавцов, что они говорят, сам торговал. Через месяц свел бухгалтерию и понял, повернулся ко всем и сказал, у меня будет 7 таких объектов. Ну, то есть, имея долг в 100 тысяч долларов, я понимал, что я 7 объектов открою, потому что я понял, какие будут прибыли. На тот момент мы продавали около 3 тысяч изделий с одной торговой точки. Ну, это было очень дорогого. Цена была на изделия порядка 1 гривны 50 копеек, когда мы стартовали в 2009 году. Таким образом, вроде как у меня и долги были на 100 тысяч долларов, зарабатывал я примерно 1 тысячу долларов в месяц. Я понимал, что если я что-то такое не открою, то мне надо 100 месяцев не есть и не пить, и не одеваться, и отдавать долги по тысяче долларов в месяц. И, что немаловажно, я получил случайно, я получил кредит в 100 тысяч долларов для развития своего направления. То есть, мне очень повезло. С одной стороны, не повезло, потому что со мной не рассчитались, но мне очень повезло, потому что я получил кредит в 100 тысяч долларов, я бы нигде его не получил на тот момент. У меня не было бы такой возможности, банки бы мне не доверили, никто из инвесторов в кризис бы меня не прокредитовал. Таким образом, это было радостно. В 2009 году, как я говорил, открыл булочную, это были такие цветастенькие объекты, посмотрите на оформление. Думаю, что да. Вот так это выглядело, продавцы, я там старался форму для них какую-то сделать. Это были киоски. И в 2010 году я там открыл отделы с полным циклом, где-то в АТБ, где они закрыли проекты мяса. В 2010 году я подумал о неком централизованном производстве, потому что я устал есть это. То есть, я приезжал на точку и делал брокераж. Это было 8 торговых точек. Я там пробовал по 20-30 наименований, о начинке и так далее. Что самое интересное, что я это все ел, потому что это было очень вкусно. Примерно за 2 года плюс 32 или 38 килограмм. Да, я очень устал от этого контроля постоянного, от начинок. И каждый готовил. Там были полные циклы производственные с приготовлением начинок, которых было 45 на тот момент. И я создал централизованное производство. Централизованное производство начинок. И начал путешествовать много. Я был и в Грузии для того, чтобы научиться лаваши печь. Приехал оттуда буховый и пухлый за 5 дней. И я путешествовал во Францию, в Австрию, в Швейцарию, в Чехию. И везде учился. Смотрел на изделия. В Италию я хотел научиться делать самую лучшую чиабатту, вот как она должна быть. Я хотел научиться делать багет, я хотел научиться делать лаваш. Я вам скажу, что рецепт лаваша, рецепт французского багета и, наверное, чиабатты практически ничем не отличаются. Все просто. Это мешок муки, килограмм дрожжей, килограмм соли и три ведра воды. Если вы будете делать французский багет, это мешок муки, килограмм соли, килограмм дрожжей и так далее. То есть плюс-минус влага. Хороший хлеб, хороший сыр и хорошая колбаса делаются примерно одинаково. Она делается на заквасках. Я тоже разобрался во всех этих технологиях. Разобрался в технологиях. Мне очень захотелось, ну мне всегда всего мало было ассортимента. Вы же понимаете, что я торговал классическими пирожками с начинками, картошка, капуста, мясо. А мне что-то хотелось сделать, но вот не так, как у всех. Мне хотелось выдать такие изделия. Я у французской компании покупаю в рассрочку оборудование на то производство, которое я создал, по производству круассанов и багетов французских. Я как сейчас помню тоже этот драйв, когда выходит первый багет с линии. Мы все очень ждали, у меня там не хватало денег на организацию какой-то вытяжки, потому что она должна быть для агрессивной среды. Ну не важно. Мы все ждали, тут выходит первый багет, француз его разрезает. Он такой пористый, офигенный багет. Он поворачивается к завскладам, Алене, это город Кривой Рог, и говорит, «Мадам, несите вино и сыр с плесенью». На что она отвечает, Александр Иванович, а мы же все списали. Да, мне очень не хотелось. Я расставил эту продукцию, которую научили меня делать французы. Расставил эту сеть. Тогда это было уже 12 объектов таких с неполным циклом. Такой проект я взял в Германии. Там, это называется, воскресные булочки. Вот когда пекарь работает 6 дней, ему нужен выходной. На один день в неделю он уходит в выходной, в воскресенье. И он замораживает булочки. И тот, кто хочет воскресенье купить, он покупает заморозку и дома разогревает. Вот я взял такую технологию, только полуфабрикат начал замораживать. И я расставил все на существующие точки. У меня вообще не было продаж. То есть город Криворок не принял французские багеты, круассаны. Хотя себестоимость была достаточно интересная. Я изучал разные себестоимости, разные продукты. Вот из чего там делают эти круассаны. До того, что они всходят на пивных дрожжах. Нет, я упростил. Я сделал для нашего рынка этот продукт, достаточно дешевый. И круассан тогда стоил около 3 гривен в розницу. Не продается. Что делать? Может с местами что-то не так, может с проектом. Ну представьте себе мое состояние. Это следующий такой факап был, вот после этих 100 штук зелени. Следующий факап. Ты купил оборудование, ну то есть взял обязательство за него. Взял его в рассрочку. Ты нанял на работу людей, которые ждут заработную плату. Ты не можешь отдать деньги. Мне очень-очень хотелось открыться в городе Кривом Роге на 95 квартале. Ну тот, кто знает Кривой Рог, понимает, что 95 квартал это сердце этого города. Вот одноименные там есть ребята выступают у нас из Кривого Рога. Студия 95 квартал. Я считаю вообще, что это какое-то магическое название. Думаю, что вот что-то там откроешь и растиражируется на всю Украину. Это какое-то удачное место. Какой же формат придумать? Ведь есть булочная, да? Я дальше не вижу. Вот вы видите, что эти отделы там 6 квадратных метров, 12 квадратных метров. И мне попадается объект на 95 квартале. Я смотрел на это место года 3, и мне попадается это место. И оно как-то так одновременно совпало. Там такая ответственность за это оборудование, такая ответственность за людей. И мне попадается это место. Я принимаю решение, ну что-то такое открыть и путешествую. Я же видел, как мои коллеги из-за рубежа оформляют это. Я же видел, какой продукт они там представляют. Как это все выглядит. Я начинаю, я инженер, я расчертил витрину, я взял женщину среднего роста. И вот чтобы она видела все эти витрины. Ну понятно, что с оборудованием я разберусь. Я разберусь с ассортимента, потому что все эти рецептуры сам прошел и все выпекал сам. А как же с визуалкой? То есть как мне пригласить гостей? Вот что мне такого сделать, чтобы ко мне пошли? Потому что пестренько у всех. На тот момент вот как-то так это выглядело. И сейчас это есть. Что же мне придумать? Я был на семинаре, в котором один из руководителей Платинум Банка рассказал, что черный стиль, ну вот я видел, что черный стиль, как бы, это дорого. Что люди думают, что это будет дорого. Заходят к ним, а там достаточно нормальные условия. Он сказал, что они на 1% даже больше берут, ну получают только из-за того, что у них черный стиль. Я посмотрел, что есть еще в черном стиле объекты. Я обратил внимание на то, что у них процентов 60 минимум остекления. И взял это за такой формат. И я подумал, что из моего объекта должны быть видны витрины. Я их специально подсветил и решил не делать некие там телевизоры, проекторы. Ну там то, что было в то время. Я решил показывать продукт. Продуктов у меня достаточно много было. И мне все говорили до одного, что это не будет работать. Ну что у тебя, ну там монопродукт должен быть и так далее. А у меня было порядка 45 наименований. И все сказали, что это точно не будет работать. Ну я по-прежнему, у меня это как последний шанс был, там выкрутиться из ситуации. Я все равно это открыл. Вот так выглядел Франсуа. Сначала там стоял желтый киоск, там видно. Видите, фриз верхний, да, и там желтое осталось немного. Так выглядел первый Франсуа, который мы открыли 22 ноября 2012 года. Я потратил вообще все-все-все деньги. Где там, по-моему, 23 тысячи долларов было потрачено на этот объект. Был вау-эффект. То есть туда собралось столько молодежи. У меня были опасения по поводу черного стиля, потому что вдруг молодежь не пойдет. И второе описание, которое у меня было, я в 7-10 метрах от Мака. То есть вход-вход. И это страшно, друзья. Ну такой лидер, такой гигант. И чем ты вдруг лучше? Пошло очень много людей. Я несколько суток не спал и решил там оставить на старшего, пойти что-то в маркете купить себе, перекусить и поспать. Ну хотя бы несколько часов. Я стою в очереди в маркете, на кассе и слышу, встречаемся на Франсуа. Обычно в Крымруке все говорят, встречаемся на Маке. Я, ну ребят, большего кайфа я, наверное, не мог в своей жизни и получить. И вот такой кайф за кайфом в таком проекте. Дальше нам везет. Мак закрывается на ремонт на 2 месяца. Это была бомба, потому что мы там кассу увеличились и так далее, и так далее. И скорее всего они не получили всех гостей назад. Но учитывая мои кассы, они не упали после того, как Мак открылся. Параллельно с этим, ну там постоянно же есть управляющие. Управляющие спрашивали, скажите, пожалуйста, это франшиза? Скажите, пожалуйста, это российская, это какая-то зарубежная франшиза? Вот. Я несколько раз это услышал. До этого был на выставке по франчайзингу, потому что сам хотел купить франшизу. И я начал работать в этом направлении. Так как спрос сам по себе был, конечно же спрос появляется, когда у тебя огромное количество покупателей. Франсуа, конечно же, все бизнесмены обращают внимание. И это видно, что здесь есть деньги. Но это видно, что здесь есть какое-то движение, жизнь. Что это все такое с любовью. Я создал команду из четверых человек. Когда-то человек, вот человек, который делал франсуа, мебель. Мебель была примитивная, из ДСП. Четыре человека за год открыли 60 объектов, ребят. Вот вместе со мной четыре человека. Один занимался мебелью, другой занимался рекламой, там поклейкой ПВХ. Один Саша у нас был универсал по ремонтам, потом взял второго человека. Мы кайфовали, мы ездили. Ну понятно, что мы жили в машине. А я больше перемещался, чем они, потому что пока они делали ремонт, я еще продавал. Ну это же надо было продавать. Это необходимы были какие-то презентации, договоры и так далее. Прямо спали в машине. Мы давали друг другу погремухи. Тот, который электрикой занимался, у нас был электрон. Петя, который ДСП резал, он был краснодеревщик. Ну и так далее. То есть это была такая дружбанка неимоверная. К сожалению, там через год многие из ребят там сгорели. Ну кто-то начал бухать, потому что это как-то было невыносимо, наверное. Я думал, чем я могу отличаться от всех. Ну ассортиментом, отличаться цветом. Ну черным цветом, тогда такого не было. Временем. Просто ресурсом, который называется время. Я видел своих конкурентов. Они расслабились, они просыпались 9-10 часов. Я это знал по встречам в Киеве, например. Они реально там расслабились. Ну все на расслабоненной комнате. Я посчитал, что если я буду просыпаться в 6, ну планировать все, если я буду работать или выезжать, ну на место. 3 часа у меня это в неделю. Если я работаю каждый день, это 21 час. И суббота, воскресенье я тоже решил работать для того, чтобы сделать такой качественный прорыв. У меня на 27-30% было больше времени, чем у всех. Ну я занимался только работой. Это такой очень качественный ресурс. Если захотите кого-то порвать из конкурентов, в хорошем смысле этого слова, пользуйтесь. Я почему-то не могу листать это. Да, а что из этого вышло? На сегодняшний день у нас несколько брендов. Я расскажу, во что превратилась в булочную нанью позже. Инвесторы, наши франшизи, вложили в нашу сеть около 8 миллионов долларов. Создано, конечно же, очень много рабочих мест. Сейчас все трудоустроенные, это тоже для меня важно, как для человека, который в Украине, и который в экономике этой страны. Эта карта покрытия сегодня мы представлены в 50 городах Украины. Да, и сейчас вместо 4 человек только команда открытия примерно... Не примерно, а 24 человека в команде открытия на сегодняшний день, которые обслуживают этот проект. Мы хотим закончить 2018 год 350 заведениями и знаем как. Мы не развивались... Мы не развивались примерно полгода в позапрошлом году, в конце. Одна из очень крупных сетей предложила нам открыть отделы, организовать для них отделы. Ну, они увидели, что мы одни из самых лучших в этом направлении и предложили нам организовать отдел свежей выпечки. Мы разработали такой проект. До этого мы с этой компанией заигрывали полтора года. Они назначили руководителем проекта директора по маркетингу, дали хорошего розничника ему в помощь. Мы за две недели открыли отдел. Это полностью со всеми процессами. По выторгу эта сеть крупнее и по количеству объектов. У меня просто условия не озвучивать. Мы сделали такой отдел. В течение полутора месяца мы с ребятами, это для нас был какой-то тоже подвиг, и такой драйв. Мы снова не спали, мы снова кайфовали, мы снова не считали деньги. Кстати, когда идет такой прорыв качественный, он практически все время в нашей компании. Мы не думаем, я лично не думаю ни о деньгах, ничего. Бабло прет само по себе, то есть откуда-то они появляются. Время есть на все. В общем, времени хватает на все, и это такая радость. И вот это, конечно же, можно сравнить с формулировкой в Википедии «Состояние счастья». У нас появилась возможность вот в части Франсуа, давайте я что-то перескочил. У нас есть АТБ. Мы создали 25 объектов, не останавливая свое развитие. То есть наша команда за полтора месяца открыла 32 торговые точки. Никто не ожидал такого выторга. Около 1300 изделий продавалось в АТБ в то время с одного объекта. Они сами не ожидали. Я видел, что они сами не ожидали. Мы много общались с директором по маркетингу, он спрашивал, зачем черный стиль. Я ему объяснил, что это вау-эффект. То есть человек думает, что дорого, заходит дешево. Я не знаю, повлиял ли этот разговор на то, что сейчас АТБ переформатируется в черный цвет. Возможно, ребят. Просто не знаю. Это крупная сеть. Может, они что-то такое и планировали. Сегодня в АТБ есть кофе. Тоже мы об этом много разговаривали. Я думаю, что розничные сети будут в этом развиваться. И как-то так. Это снова был такой прорыв. Мы снова не спали. Мы снова кайфовали. У нас появилась, вот в части Франсуа, у нас появилась возможность работать с лучшими. То есть когда мы уже заработали каких-то денег, у нас появилась возможность работать с лучшими. Мы решили уделить время кофе. И приехали к Игорю учиться варить кофе. Он меня еще так удивило, как этот конкурент будет учить нас варить кофе. Игорь с удовольствием, его команда рассказали нам вообще, что такое кофе. И какую-то историю. И даже руки нам ставили. Я тоже учился. С удовольствием мы там рисовали всевозможные фигуры. Я видел, как Игорю это нравится. Ну тоже некий драйв. Дальше мы взяли, поменяли дизайн. Вот вверху там... А, да. И Игорь нас как бы свел с Феликсом без рук, который сейчас нам жарит кофе. То есть мы изменили полностью кофе. Дальше Анна Пахомова взяла гран-при как дизайнер, да, гран-при интерьера в 2016 году. Мы к ней обратились. Она сделала нам новый дизайн по Франсуа. Александр Мусатов сделал нам стандарты. У нас стало чище. Там не доработали, конечно. Если Саша услышит, то им ссори. Но мы работаем. Мы меняем там немного стандарты, потому что у нас не все работает так, как хотелось бы. Вот. Весь вопрос потом в контроле. Сейчас создается команда региональных управляющих. Ну, с тем, чтобы контролировать и улучшать качество на местах. Вот мы с Женей сейчас готовим проект, там новый ассортимент. Мы стояли стояли по ассортименту месяцев семь, потому что наше производство было сработано полностью. Никто не ожидал таких выторгов. И мы начали вне той сети, о которой мы говорим, открывать свои отделы. Я посчитал, что там говорить. Можно и франшизами торговать, и продукцией. А так бы только продукцией, вот, что, ну так, исключает один из видов бизнеса. Сейчас Франсуа будут синими. По какой причине? Тебе необходимо все время отличаться от всех цветом. Сегодня все играются в этот черный цвет. Я уже видел и Vodafone в черном стиле. Я вижу там АТБ в черном стиле. Я вижу еще там компании, которые переходят в черный стиль. У меня начинаются реконструкции объектов с новым дизайном. И через три года мы будем синими. Ну, в отличие от всех. Все в черненький, мы синие. Вот сейчас так выглядит Франсуа. Это дизайн существующий. Франсуа надо меняться. Мы не меняли продукты семь месяцев, потому что, если честно, я боялся зайти на производство. Ну, там, и попросить какой-то новый продукт внедрить, честно, чтоб нахрен не послали. Потому что люди так пахали. Мне было неудобно. Я кайфую от того, что, если говорить о части, от того, что там какие-то знаменитые люди заходят и кушают в наших заведениях. Франсуа, и не только. Семейная пекарня тоже. Ольга Сумская недавно оставила такую подяку. Мы участвуем в проектах, становимся заметными. Это Дмитрий. Мы с ним участвовали в проекте. Новый проект Семейная пекарня, кроме всего того, подтягивает таких интересных партнеров. Люди всесторонне развитые. И вообще, Франсуа, этот проект меня познакомил с огромным количеством людей. Всесторонних сфер. Даже ментов, разведчиков. Крутых розничных операторов. Это очень интересно. Эти люди, даже если ты где-то не разбираешься, но они тебя точно подтолкнут. Люди руководили национальными проектами очень интересными. И они, конечно же, подсказывают и развивают тебя. Даже если ты чего-то не знаешь, все равно делай, и они тебе все равно подскажут. Да, интересно. В связи с тем, что у меня сработало... Я сейчас интересную историю расскажу из Швейцарии. В связи с тем, что у меня полностью сработалось производство, мне, конечно же, необходимо его автоматизировать было. Ту линию, которую я хотел с 2012 года, она была недоработана. И только в 2017 году эта линия для производства пирожков с начинками была доработана до нашего теста. То есть все линии, которые существовали в Европе, в мире, они перебивали тесто. Перебивали кольковину. Конечно, можно работать, но ты искажаешь продукт. Если ты хочешь вот такой же продукт, не меняй его. Ну, люди же его полюбили, и тебе нельзя его менять. И только в 2017 году решился такой вопрос. Плюс это совпало с тем, что мне необходимо автоматизироваться. Я приехал в Швейцарию и узнал, к своему сожалению, что у них весь 2018 год занят. То есть их производственные мощности по производству оборудования заняты. И в 2018 году они не могут ни одной линии выдать. То есть записывается на 2019 год. Я, конечно же, пять раз говорят нет, это еще не нет. Я собрал, я пригласил людей в ресторан. И понимаю, что у меня другая ментальность, что мне некогда к ним подвязаться. Мы смотрели разные мультфильмы, фильмы. То есть я совершенно не могу подвязаться к человеку, чтобы провести переговоры. И тогда он сказал, что он морж. Морж – это человек, который в холодной воде купается. я говорю, я тоже в морж. Ребят, ну за что-то цепляться было надо. Он говорит, хорошо, тогда утром купаемся в реке. Я в нете посмотрел, что такое морж. Какие ощущения у меня будут и так далее. Искупался, обо всем договорились, подписались. Я рассказывал эту историю потом, приехав в Украину. Я очень люблю с одним из франшизистs, женщина такая, еврейка, очень-очень опытная в рознице. Иногда дает дельный свет, и мы с ней пьем в 7 часов утра кофе, там раз в месяц. Я рассказал эту историю о том, как 5 минут простоял в холодной воде в ледяной. Она говорит, Александр, это ж надо так любить деньги. Вот. Мне перезвонил мой партнер. Он говорит, Александр, вы решили вопрос? Я говорю, да, решил. Ну, потому что мне еще отсрочку нужно было, конечно же, кроме оборудования. Мне еще скидка нужна была. Я это все получил. Говорю, да, я решил вопрос. Он говорит, как? Ну, как у вас получилось? Ну, я рассказал о том, что вот там этот чувак морж, я, значит, купался. Он говорит, Александр, хорошо, что он не педераст. Вот. И весной 2018 года нам таки поставили линию, вот, которая позволила в три раза увеличить производственные мощности. Также как-то совпало, что нас выгнали с того производства, мы были в аренде, и так совпало, что нас как бы попросили, не выгнали, попросили с того производства, в котором мы много лет работали, мы его арендовали, и нам пришлось решать еще один вопрос. Параллельно, это искать площадя под новое производство. Вот. По поводу семейной пекарни, по поводу трендов хотел бы поговорить. Если ты что-то такое открываешь, тебе надо быть в тренде. Вот есть же тренд там Грузия, да, есть тренд еще какой-то. А когда мы открывали Франсуа, мне для продажи круассанов необходим, ну, был какой-то французский бренд, да, то, как люди думают о Франции, и интерьеры создать, то, как люди думают о Франции, а во Франции, я так подумал, из них никто не будет практически, поэтому могу делать все, что захочу. Вот. И мы назвали France.ua. Это совпало с трендом, тот, который тогда был в Украине, да, был очень такой заточенный, очень мощный тренд Украина. Это совпало, я думаю, это один из секретов успеха. Мы на самом деле изучаем Франсуа, почему этот проект успешный, почему люди туда ходят. Я даже пару раз хотел изменить Франсуа там по витринам и вкладывал больше денег туда. Вот. Такие проекты не работали. Я вкладывал больше денег, а окупались они намного дольше. Я понял, что у Франсуа нельзя ломать, нельзя его трогать, ну, можно лишь в части каких-то интерьеров более модных. Так вот, семейная пекарня. Я четко понимаю, что в нашей стране важна эта цена, это, ну, я слушаю маркетологов, маркетологов ведущих компаний, в нашей стране важна эта цена, поэтому я сформировал очень хорошую себестоимость для продукта, учитывая наш объем. И семейная пекарня, семья, дети, это всегда тренд. Вот, в нашей ментальности это тренд, поэтому я не задумываюсь, назвал это семейная пекарня и снова выстрелило, вот, и снова, и снова интересно. Пользуюсь, пользуюсь, чтобы не врать, есть же звезды, да, мы не будем озвучивать, там, звезды сейчас торгуют до полтинника в день, вот, и окупаются, там, месяцев 5-6, ну, вот, ребят, от 10 месяцев, да, вот, хорошее, среднее место, да, да, вот, 10, 18, вот, вот так. Да, и в этот раз, когда мы подходили к проекту, мы же узнаем, уже знаем те ошибки, которые мы сделали на Франсуа, ну, там, при подборе партнеров, при формировании учета, ну, создании учета единого, при создании маркетинга единого, мы подошли уже, вот, так как нам удобно, как удобно нашим партнерам, мы открыли 32 объекта в разных областях Украины, это тоже для того, чтобы проверить проект на прочность, он сработал везде. Я думаю, знаете, как еще, ну, почему такая везуха, вот, Криворок же, он пролетарский город, если это сработало в городе, там, где, ну, население с достатком средний минус, то, я думаю, это везде сработает. Чернигов уже закрыли? Чернигов по Франсуа, Юр, есть Чернигов? Нет, нет, еще Чернигов. Ну, хорошо. Вот, и он работает везде. Я думаю, знаете, где они работают? Вот там, где туристические места. Вот мы еще не пробовали, Юр, что, не помнишь? В общем, проект точно и там выживет. Вопрос в том, что мы получили новые площади таким проектом, потому что здесь необходимо 24, там, ну, 20-30 квадратных метров. Мы получили другого, мы получили другого покупателя, уже потому что я это называю магазином, это уже не кафе, это как кафетерий, потому что там специально нет столов и стульев, да, для того, чтобы сидеть, то есть человек зашел, купил и вышел. Откуда была такая идея? Ведь есть, в Советском Союзе были, там, мне 42 года, я помню Советский Союз, в Советском Союзе были универсамы и гастрономы, сейчас это маркеты, супермаркеты, была почта, сейчас, ну, есть лидеры, да, в этом направлении. Были другие направления, и вот были же хлебные магазины, и никто эту нишу почему-то не занял. А у меня опыт работы с такой продукцией, с 2000 года я за рынком, за этим наблюдаю, всегда хотел, а с 2009 года я изучил, что больше нравится. Открывая проект, я еще вообще весь рынок украинский изучил, что же покупают люди в супермаркетах по хлебу. Таким образом, наша компания уже не сражается с операторами на рынке, которые кофейнями, кофе занимаются, то есть, ну, там специализированы по кофе, развивает Франсуа, и сейчас будут новые линейки, там улучшает Франсуа, и идет совершенно в новое направление для нас, совершенно другими продажами. Сейчас семейных пекарен 70, мы стояли, как я уже говорил, 7 месяцев, после 30 объектов, так как не было производственных мощностей. Ну и только открыли, сейчас он шлак, мы не успеваем обрабатывать эти заявки, потому что это работает везде. И вот мне интересно, как там в 2025-2027 будет называться булочная номер один. Я как-то увязываю, что все-таки, ну, булочная номер один стала Франсуа, потом я забыл про булочную номер один, вспомнил, что есть такая, сейчас как раз нужны хорошие цены, переделал ее в семейную пекарню, то есть, другими словами, у меня есть производство, и мне необходим сбыт. И я такими проектами, ну, учитывая то, что я научился, я руководил как-то ритейлом, до этого крупным достаточно, учитывая то, что я научился, и учитывая то, что все-таки в сетях супермарк, в ритейле, самые большие наценки и самые большие прибыли во фреш-зоне, в которой участвует и кулинария, и выпечка, вот, то я просто беру этот отдел и распространяю его в удобных местах для людей. Ну, конечно же, это должно быть вкусно, и, конечно, это должно быть недорого. Ну, вот цена не в Киеве, в Киеве 5 гривен багет, цена, допустим, на багет в Семейной Пекарне 3 гривны 95 копеек, это такой магнит. Вот, и вот это моя ассоциация с советскими хлебными магазинами, там очереди, друзья, это приятно видеть. 5 тысяч долларов, 5 тысяч долларов, 6 на франсуа, 5 тысяч на Семейной Пекарне. Ну, этот проект вообще им проще управлять, намного проще, там, пекарь, продавец, ну, кто тебе еще нужен? Ну, все просто. Давай. Вот ответ на твой вопрос. Инвестиции от 15 тысяч долларов, паушальный износ 5 тысяч. Кого конкретно интересуют цифры, я специально попросил ребят, которые занимаются у нас, ну, экономику могут вам рассказать, я не буду тратить здесь время, а когда будут какие-то вопросы, я конкретно отвечу на все. Что людей интересует, как продавать франшизы, я обязательно отвечу на этот вопрос. Вот средний чек в новом проекте 23-24 гривны, он небольшой, понятно, что это пару пирожков, ну, это 2,5 изделия. Среднее количество чеков и средняя выручка. Это город Киев. Да, сегодня мы имеем таких 3 мощных бренда, Семейная Пекарня, Франсуа, булочная номер 1. Я, когда я решил ребрендировать город Кривой Рог, потому что там порядка 34 объектов, булочная номер 1. Я говорю, ребят, давайте перебрендируемся или в Франсуа, ну, тот, кто там больше кофе, или в Семейную Пекарню, ну, то, что больше по душе. Мне франшизи однозначно запретили это делать, потому что булочная номер 1 в городе Кривом Роге очень устойчивый, живучий бренд, и они боятся что-то менять, потому что вот сколько лет, с 2009 года мы работаем с ребятами, это же 9. Ну, там франчайзи чуть позже, ну, 8 лет точно работаем, и это успешно. В каждый кризис вот булочная номер 1 торговала все больше и больше в количествах выражений. Ну, это такой уже устойчивый бренд. Чем мне еще удобно как франчайзеру? У меня есть соглашение, там очень много точек, принадлежат как недвижимость одному человеку. Вот, и мне удобно, что у меня есть соглашение с этим человеком о том, что в случае, если не выполняют условия мои по соблюдению стандартов и так далее, ну, мы исключаем человека, то есть выгоняем. Очень похожа схема на МАК, потому что они же владеют помещениями. Очень легко управлять франчайзи в такой ситуации, и там действительно порядок, и мне это очень нравится. Сегодня мы имеем два обучающих центра. Я ничего опять-таки нового не придумал, это такие себе ПТУ. Мы имеем два обучающих центра, один в Днепропетровске, один в Киеве, мы сделали по семейной пекарне недавно. Учим людей варить кофе. Мама, Италия, пицца. Да, у меня же были факапы, там есть кладбище проектов, и Мама, Италия, пицца. Да, да, было такое. Ну, прежде чем пустить жизнь в каждый проект, я на своей шкуре его прохожу. Я открываю несколько объектов, я смотрю, как, что работает, что не работает, и только потом проекты в жизнь. Ну, и я хотел бы подытожить, вот, что такое для меня счастье. Наверное, можно так, что счастье – это быть в неком таком забытие, может быть, да, и полностью отдаваться делу, и кайфовать от этого. Счастье – это те люди, которые… Вот у меня есть там собака, лабрадор, и я один из последних приехал в район, где я живу. Эта собака познакомила меня со всеми. Вот. Так вот, Франсуа меня познакомила с большим количеством людей, и это такая собака, которая еще знакомит, с интересными очень людьми. Что еще хотел сказать? Когда идет такой драф, когда идет… А мы постоянно практически в нем находимся, то мы не считаем, сколько мы зарабатывали. Проценты наценок мы определяем, ну, очень быстро, там, чуть ли не на коленях, какая будет цена на продукцию. Это постоянные новинки и так далее. Мы не считаем, мы не делаем там многих отчетов, которые должны были делать. Мы понимаем, что надо больше продавать, продавать, продавать продукта, потому что затраты могут увеличиваться. Вот. Такая схема. Я понимаю, что когда-то кто-то начинает оптимизировать в моей команде, а давайте там соптимизируем. Ну, мы как бы достаточно качественно ведем переговоры с поставщиками, ну, и отжимаем. Но когда кто-то начинает там оптимизировать и так далее, я боюсь, что в этот момент, ну, там, наступает стагнация. И мы придумаем что-то качественное новое, что-то по продукции качественно новое, какой-то вид услуг и так далее, с тем, чтобы это… Ну, я сижу и думаю, и команда тоже, чтобы эта стагнация не наступила. Вот когда мы начинаем причесывать, я понимаю, что это сигнал к тому, что мы уже не в драйве. Вот. Ну, и как бы постоянное состояние прорыва, какое-то огромное количество новых людей, точек. У меня все. у меня все. Листыни, пожалуйста. Да. Я есть в фейсбуке, как Федец Александр. Я готов детально и в цифрах ответить на все вопросы, которые у вас есть. Я уверен, вопросов будет достаточно, потому что вы просили цифры, а я воспользуюсь своим правом задать первый вопрос. Скажи, пожалуйста, мне у Феликса или у тебя процент от вашего кофейного сотрудничества брать? Как говорит Елена Юрьевна, это же надо так любить деньги. Да, да, да. Друзья, ну что, поехали с вопросами. У меня вопрос немножко не цифровой, а больше такой качественный, образный. Меня зовут Виталий Белусов, учебный центр сертификант. Ну, во-первых, хотел поблагодарить за вашу историю, за то, что вы поделились, рассказали. Отметил три момента, которые меня вдохновили. Если интересно, могу дать обратную связь. Да, давайте после. Значит, первое, ценовая политика, то есть политика понижения. Прочитавший Форда понял, что у меня то же самое, хочу удешевлять каждый год, не знаю, каждый месяц, но дело дешевле. Так должен делать каждый, иначе мы сами порождаем инфляцию. Ну, и другие паразитические финансовые механизмы. Второе, аналогия с Советским Союзом. То есть что-то осталось в прошлом, а нового еще не создали. Нужно смотреть, что было, чего не хватает, и с этим воспроизводить будет счастье. Вот, ниши таким образом и рождаются. Ну, и третье, ПТУ. Многие понимают проблему, что не хватает кадров среднего, так сказать, исполнителя. Простые исполнители, которые делают очень простые действия. Кто доходит до этой мысли, они создают свои некие школы, интернаты и так далее, учебные заведения локальные, для того, чтобы людей прокачивать из любой заготовки, делать подходящий рабочий инструмент, да, человека рабочего, как это делает Макдональдс. То есть любой подойдет. Максимальный критерий выборки. Что хотел спросить по своей, так сказать, отрасли качества стандартизации сертификации. Про рентген-маркетинг. Вы слышали? Какой маркетинг? Рентген-маркетинг. Пиво шлиц, вот такое. Нет. То есть вынесение в маркетинг, в рекламу тех моментов наших неких правил, стандартов, регламентов. Ну, например, да, наверняка у вас есть элементы пищевой безопасности. Я видел в Одессе ваши стандарты обслуживания клиентов. Это тоже один момент. Вы задавали такой момент. Почему ходят? Вот про Одессу могу точно сказать. Да, у вас там двухэтажное. Кто видел, да, возле ЖД станции двухэтажное заведение. Ну, невозможно, приехавши утром, пойти куда-то в другое место, потому что вы единственное работаете 24 на 7. И ты приезжаешь утром в Одессу часов 5, хочется кофе, что-то... У тебя там нету, да? И Франсуа. Нет, там двухэтажного объекта. Тысячу, извините. Это может быть и у Вадика там... Франсуа, по-моему. Нет? Не Франсуа? Странно. Странно. Да ничего страшного, они похожи все. Ну, фишка в чем, что в любом системном заведении есть стандарты, которые работают. Стандарты обслуживания клиентов. Вот эти стандарты вы не пробовали выносить как-то в рекламу, в пиар? Ну, например, вот, допустим, про Стоквашино у них вот эта стычка безпеки. Видели, да, наверное, все? Беспеку сбережено, да, или там чистоту сбережено. Вот такие фишечки вы какие-то применяли у себя в маркетинге из ваших внутренностей бизнеса? Если честно, нет, не уделяли этому времени. Вот здесь сидит наш директор по маркетингу. Инна, обратите внимание на предложение. Да, обратите внимание на ринге маркетинга. А вы, Юрий, откройте, я вот сидит директор департамента по франчайзам, откройте, пожалуйста, в Одессе двухэтажный. Все, спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос. Да, спасибо за предложение, на самом деле. Каждое предложение, оно важно. Я же все где-то слушаю, я путешествую для этого. Ну, и на таком форуме, скорее, вот такая обратная связь, это то, что, ну, там, такая благодарность за то, что я сюда приехал. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Я здесь? Да. Здравствуйте, меня зовут Ника. Скажите, пожалуйста, меня больше интересует вопрос производства. Да. А у вас линии находятся на точках, или у вас есть фабрика кухни, где вы замораживаете продукцию, где опекаете? У нас есть фабрика кухни. Во всех городах? Нет, у нас их несколько. Ну, у нас их три. С каким подкастом вы работаете, я могу узнать? Вы говорите, мы не пользуемся такой терминологией, я же не экономист, я знаю о проценте наценки, да, вы говорите? Да. Вот в розничной сети процент наценки составляет около 130, 120-130 процентов Франсуа, и около 85 процентов в семейной пекарне. И порядок гостей, которые проходят через каждую точку, порядка 800 человек, правильно я выглядела? В части семейной пекарни, да. Семейная пекарня. Да. А какой штат у вас там? В зависимости от точки мы подбираем, ну, в зависимости от проходника. Я скажу там вот такую вещь. По пекарям меня интересует. Пекаря. Вот это же не высокомолекулярная кухня из заморозки выпечь продукцию, а то это 1-2 пекаря. Хорошо, спасибо. Еще вопросы, друзья. Скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, то есть вы доставляете во все города, у вас есть вся Украина разбита на три зоны логистических, да, и вы доставляете всю продукцию, то есть вообще ничего, точки на местах во Львове, в Херсоне или потенциально в Чернигове не должны на месте покупать. Вы полностью всем обеспечиваете под ключ. Да, я понял вопрос. Ну, конечно же, я не стану доставлять им зелень, там, листья салата и так далее. И я не поставщик майонезов, и не поставщик пепси-колы. Вот в части выпечки, да, только наша. Выпечки, кондитерских изделий, только наша. Друзья, еще вопросы? У тебя есть цена, сколько в квадратный метр ты инвестируешь? Или ты вот, ты написал, в объект 15 тысяч долларов, или в зависимости от состояния объекта, от его площади? Не сложно посчитать. Ребят, ударьте кто-то на калькуляторе. 20 разделить на 24. Это среднее будет значение. 833 доллара. Спасибо. Что-то вы, друзья, как утром заснули. Вопрос от Вадима Бортника. Как продавать франшизы? Как правильно продать? Александр, вы рассматриваете расширение путем покупки других сетей? Я буду качественно развиваться и работать на функционалах в существующих сетях, ну и развивать свои сети. Ты хочешь продать сеть, Вадим? Спасибо большое, Саша. Обсудим после форума. Если нет вопросов, кто будет общаться по франчайзингу, по городам, по продажам франшиз? Где? Ребят, поднимите руки. Ну вот все. Пожалуйста, если у кого-то созрел вопрос по покупке франшизы, обращайтесь. Все, спасибо большое. Я очень благодарен организаторам, Игорь. Спасибо большое. Для меня это новое такое выступление. Спасибо вам огромное. Я, к сожалению, не ресторатор, знаю, как тиражировать. Да-да, не ресторатор, только 240 точек Украины и работает на него. Спасибо большое. Спасибо.